Итак, круизный клуб. Что же это такое? С чем его едят? Едят и почему мы каждый день на протяжении уже двух лет, ровно 8 часов, практически каждый день, мы собираемся в этой вебинарной комнате и рассказываем вам о круизном клубе. И делимся с вами впечатлениями, своими эмоциями. Почему мы это делаем? Мы делаем это потому, что нам очень нравится быть партнерами этого клуба. А чем же так хорошо, чем же так хороший этот круизный клуб? Вот я знаю, что у нас есть новички, и наверняка они таким вопросом задаются. Почему каждый вечер в этой комнате собирается где-то от 50 до 150 человек и слушает, и слушает, и слушает. И им совершенно это не надоедает, им это нравится. И почему они приглашают сюда своих друзей? Потому что круизный клуб – это, я бы так сказала, образ жизни. Образ жизни – это то, что меняет нашу с вами жизнь. Это то, что, в общем-то, приобретя один раз, наверное, уже не захочешь потерять никогда. И тем более уже выйти из этого клуба не захочется. Я сейчас вам не буду очень прям подробненько-подробненько рассказывать весь маркетинг. Помню свое впечатление, когда я первый раз услышала, вот на таком же тоже вебинаре, маркетинг, не сразу он ложится как бы на мозги наши, на наше сердце, не сразу мы все это понимаем. Такое первое легкое представление. Акценты я сделала, почему, что именно здесь хорошего. А новички, вы тогда обратитесь к тем людям, которые вас пригласили, и они вам более подробно уже ответят на все ваши вопросы, чтобы это было более-более, так скажем, для вас более понятно. А сейчас мы просто коснемся наиболее важных моментов нашего маркетинга. Ну, во-первых, круизный клуб – это то, где можно совершенно бесплатно путешествовать. И плюс при этом еще можно зарабатывать. Что может быть лучше? Отдыхая, зарабатывать. Ну, хотела бы обратить ваше внимание, на этом слайде написано, что в туризме, именно в индустрии круизов, кружится 8 триллионов долларов. Это самый быстрорастущий сегмент в туризме. Людям очень нравится путешествовать и познавать мир. И на этом слайде вы также видите, что количество круизеров увеличивается с каждым годом. Какой прокурс, вот здесь написано, что в 2017 году их уже 25 миллионов, хотя в 2009 было всего 17. То есть это быстрорастущий сегмент туристического отдыха. Наш клуб является почетным членом Международной ассоциации круизных линий КЛИА. И в нашем кабинете находится большое количество круизных линий, у которых мы непосредственно покупаем наши круизы. На любой круизный лайнер, который у них есть. Не буду перечислять все, вы посмотрите, здесь просто маленькая часть этих круизных линий. У нас в нашем кабинете их достаточно много. И почти на всех этих круизных линиях уже наши партнеры путешествовали и были круизы. Почему именно на круизах? Почему, например, мы не выбрали какой-то другой вид отдыха? Почему именно клуб выбрал именно круизный отдых? Да потому что круизы занимают первое место в списке отдыхов. Потому что это элитный вид отдыха. Потому что заплатив меньше, вы можете больше увидеть, каким образом это происходит. То, что в течение круиза вы можете побывать в нескольких странах и в нескольких городах. Это же просто замечательно. То есть вам не нужно будет тратиться дополнительно на трансфер. Вам не надо будет собирать, разбирать чемоданы и переезжать из одной гостиницы в другую. То есть у вас, ваша гостиница плывет за вами. И перевозит вас именно туда, в ту страну, куда вы, где у вас в круизе написано, в вашей путевке, куда вы отправляетесь. Она вас туда доставляет из одной страны в другую. Просто замечательно. И, естественно, все включено. Питание 24 часа в сутки и все развлечения. Но о развлечениях, о питании, об этом так много сказано уже на наших всех вебинарах, что я просто не буду повторяться. Тем более, что я еще не была в круизе, только планирую в апреле этого года туда отправиться. Вот тогда я на своих вебинарах буду делиться уже своими собственными впечатлениями, эмоциями, мыслями. И тогда будет у меня более эмоционально. А сейчас я просто хотела вам, так скажем, ну, немножечко сухо рассказать о том, чем же хороши круизы. Ну, и это, конечно же, комфортно, выгодно и даже прибыльно. Почему прибыльно, чуть позже вы поймете. Ну, а на этом слайде, конечно же, всем уже известный Майкл Хаджсон. Это президент нашей компании. Впервые я с ним познакомилась в прошлом году, в апреле месяце, когда мы отправились с командой из Воронежа на встречу в Киев. И я, конечно, была поражена этим человеком, очарована абсолютно, необыкновенно интересный человек, с потрясающим чувством юмора, очень открытый для общения, совершенно простой. И поэтому я всем вам рекомендую, если у вас у кого-то есть возможность в ближайшее время встретиться с ним, а я хочу сразу презентовать встречу в марте 11-12 марта, он будет в Киеве. И у всех, у кого есть хотя бы малейшая возможность поехать туда и побывать на этой встрече, на этой презентации с Майклом Хаджсом, вы просто вцепитесь в эту возможность и обязательно это сделайте. Поверьте, это может у многих из вас просто изменить жизнь. И когда вы зарядитесь от общения с ним, то, поверьте, и даже ваш бизнес будет продвигаться совершенно по-другому. Майкл Хаджсон в прошлом году в сентябре месяце был у нас в Воронеже. И также проводил презентацию и проводил мастер-класс по теме «7 ключей к проведению эффективной презентации». Этот мастер-класс пользовался большим успехом, и огромное количество людей посетили наш мастер-класс. Очень интересные встречи были, путешествия. К сожалению, я не смогла присутствовать именно на встрече с Майклом, у меня не было в городе. Но вот так вот я упустила и постараюсь не упустить такую возможность из Киева отправиться еще раз, чтобы встретиться с этим человеком и пообщаться. Мы двигаемся дальше. Итак, что же такое замечательно предлагает наш круизный клуб, что так все о нем много говорят? Ну, во-первых, миссия круизного клуба – это изменить у людей возможность планировать свой отпуск. Как правило, они или занимают деньги, или копят их, но очень успешно, потому что копить деньги достаточно сложно, сами понимаете, особенно нам, женщинам. А в данном случае очень интересная форма откладывать себе на отпуск. Мы откладываем на свой счет 100 долларов. Взамен наших 100 долларов компания дает нам 200 круизных долларов. Замечательно просто, да? То есть получается, что на наш 1 доллар компания предоставляет 2 круизных долларов. Ну, где бы это можно было еще увидеть? Конечно, нигде. Вот это очень интересный и очень привлекательный такой вид накопления себе для круизов. То есть если человек входит как просто член, то он откладывает себе 100 долларов, получает каждый месяц 200 круизных долларов. Ну, об этом чуть позже я, чуть ниже расскажу. Итак, значит, минуточку, наверное, я не пропустила. То есть, повторюсь, чтобы стать партнером, не партнером, а членом нашего клуба, достаточно внести на свой счет, положить к себе на круизный счет 100 долларов. При этом сразу хочу сказать, они превращаются в 200 круизных. Итак, накапливая себе на отдых, вы можете использовать эти круизные доллары. Одна особенность, что в первый год вы сможете использовать только 60% с ваших круизных долларов. На следующий год, если вы захотите также отправиться в круиз, то вы можете от всех своих круизных долларов использовать всего 70%. Ну, и дальше вы видите, следующий год 80%, 90%, и начиная с 5-го года вы уже можете использовать все 100% своих круизных долларов. Но, имейте в виду, если вы в первый год использовали 60% круизных долларов, то оставшиеся они у вас не сгорают, а присоединяются к тем, которые будут в дальнейшем к вам поступать на ваш счет. Вы также можете доплатить, если вам не хватает ваших круизных долларов, вы можете доплатить живыми деньгами. Это тоже очень удобная функция, когда человек, в общем-то, уже собирается в круиз, а ему что-то немножко не хватает, он может просто со своего счета доплатить и отправиться. Но это я рассказываю для тех, кто хочет просто путешествовать, не хочет быть именно партнером нашего клуба, а просто путешествовать, копить себя на путешествии и так сказать, путешествовать с 50% скидкой. Ну, а мы рассмотрим с вами три варианта входа в наш клуб. Ну, я уже сказала, первый – это когда человек просто входит на 100 долларов и становится членом. Второй – это когда человек не хочет путешествовать, а хочет просто строить структуру и зарабатывать деньги. Это самый менее интересный способ сотрудничества с нашим клубом, поэтому я на нем не буду останавливаться. И третий, наиболее привлекательный, и большинство у нас людей именно заходит на этот пакет, так скажем, пакет на 295 долларов, когда вы становитесь и членом, и партнером. Мы его называем вид-партнером. Когда вы оплатили свои 100 долларов, вам поступило сразу 200, и еще 195 – это как раз годовая лицензия, которую вы оплачиваете. Потом она оплачивается в размере 95 долларов ежегодно. То есть вот такие способы сотрудничества с нашим клубом. Я надеюсь, здесь все понятно, ничего тут такого нет. Так какие причины, чтобы стать именно партнером? Не путешественником на 100 долларов войти, а войти на полный пакет. Ведь есть какое-то преимущество, и я эти преимущества сейчас вам озвучу. Но первое преимущество – это стать бесплатным членом. Только если вы партнер, и вы заходите на полный пакет на 295 долларов, у вас есть уникальная возможность сделать себя бесплатным членом. Что это означает? Когда вы в первую линию свою пригласите своих 5 друзей, 5 знакомых, 5 родственников в первую линию, и они войдут в клуб, неважно на какой пакет, или станут как путешественники, или станут как партнеры, то вы, после того, как пятый человек у вас проплачивается под вами, вы становитесь, ну как мы говорим, бесплатником. То есть за вас теперь, со следующего месяца, клуб оплачивает ваши круизные доллары. Вы не кладете сами из своего кармана 100 долларов, а клуб кладет вам, продолжает власть, 200 долларов. Как я говорю, когда я провожу очень короткую презентацию, мне говорят, а что там в клуб, чем там так хорош? Я говорю, представляешь, 300 долларов, 5 человек и пожизненное путешествие за счет клуба. Как это так? Да вот так говорю, потом 2400 долларов ежегодно ты будешь получать от клуба и на этом путешествовать. Ну у человека, конечно, как правило, открывается рот и говорит, не может такого быть. Вот я обратила внимание, что не все слышат это. Не все, так, жалко, запись не пропадет, какой тест, не понимаю. Ладно, не отвлекайте меня, пожалуйста, я сама могу отвлечься. Дело в том, что я увидела, что когда я спрашиваю у некоторых своих знакомых, говорю, а вы слышали про клуб? Да, слышали. Ой, это там где 100 долларов надо класть. Ну да, ой, это же надо постоянно класть. Не, 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 что-то не очень нравится. Когда я начинаю вникать, и когда я такую фразу говорю, представляешь, 5 человек, 300 долларов, 5 человек, и ты пожизненно, пока существует слог, ты будешь путешествовать за счет клуба. Тут они останавливаются, говорят, как так? Не может такое быть. Почему-то люди думают, что это только или на год, или на какое-то время, или на одну поездку. 5 человек пригласил в один курс съездил бесплатно, и все. Нет, вот доносить нужно до своих знакомых и друзей, что именно. При условии, конечно, что эти 5 человек будут оплачивать свое членство, это естественное условие, то вы будете бесплатником и будете путешествовать за счет клуба. Представляете, всю оставшуюся жизнь путешествуют за счет клуба. Ко-моему, это замечательно. Кто вам еще может такое предложить? Ну, конечно же, никто. Что значит продержитесь на бесплатном членстве в течение трех месяцев? Я сейчас объясню, Наталья. Так вот, если вы, вот вы, значит, стали бы бесплатником, и под вами 5 человек, которые проплачивают, ну, предположим, я пригласила 5 своих друзей, и они зашли тоже в клуб. Кто-то зашел на 100 долларов, кто-то зашел на 295, и они в течение следующего месяца оплатили все свои износы. То есть получилось так, что они принесли компанию 500 долларов, то есть 100 долларов положили себе на счет. Следующий месяц, второй, они сделали то же самое, тоже положили по 100 долларов на свой счет, компания добавила еще им 100, у них как бы все нормально, они как бы еще не бесплатники, допустим. И на третий месяц они делают то же самое, кладут на свой счет по 100 долларов. То есть получается, что я пригласил своих пятерых друзей, они в течение трех месяцев оплачивали добросовестно свои взносы, и получается так, что я три месяца была на бесплатном членстве. Мне клуб за эти три месяца сам оплачивал мое членство, то есть вот эти по 200 круизных долларов добавлял. Выходит, что я три месяца была бесплатником, и теперь с этого момента, с третьего месяца, с четвертого месяца, я могу уже все свои круизные доллары, которые накопились, мне использовать в полном объеме, 100%. Но еще это я могу сделать тогда, когда выхожу на маркетинг директора, делаю свою структуру в 30 человек, и вот это тоже одно из условий, когда я могу уже использовать все свои круизные доллары. Наталья, я надеюсь, ответила на ваш вопрос, вы поняли, да? Если да, напишите, если нет, я повторю. Так это вот второй как раз, вторая причина для того, чтобы именно входить на полный пакет и стать партнером нашего клуба. Повторюсь, первое, это чтобы быть бесплатником и путешествовать за счет клуба. Второе, это для того, чтобы использовать сразу свои все 100%, через три месяца вы это можете сделать. И третья причина, это для того, чтобы построить свой собственный независимый бизнес за 300 долларов, заметьте, и получать доход, с удовольствием отдыхать. Мы двигаемся дальше. Итак, вот как выглядит наш маркетинг-план. То есть 10 способов заработка. Это 5 маркетинговых бонусов, я сейчас вам вкратце о них расскажу. И 5 мощных стимулов. Ну, стимулом я уже о них говорила, да? Это бесплатное членство, вы сейчас уже услышали. Стимул Dream Cruises, это круизы, которые нам дарятся в подарок. Партнерский быстрый стимул Start. Это когда вы становитесь партнером, у вас есть возможность еще там заработать дополнительные бонусы. Тоже чуть ниже расскажу. Потом еще один из стимулов – это часы Rolex, который, кстати, у нас уже Ольга Ра получила. Это наш партнер. И особое признание – это уже выполнение определенных рангов, где вам присваивается всевозможная квалификация, и у вас есть признание. Так, и маркетинговые бонусы. Мгновенный, матчинг, пассивный, лидерский и глобальный. Ну, давайте мы рассмотрим, что это за бонусы. Так вот, стимул подарки. Как раз только что я о ней проговорила, и вот на этом слайде вы видите, то есть повторюсь, что это будут у вас круизы бесплатные, круизные доллары будут вам в подарок тоже предоставляться компании часы Rolex и мировое признание. Ну, вот то, что я сказала, вот на этом вы видите. Итак, мгновенные партнерские бонусы. Давайте предположим, что человек входит на 295 долларов с сегодняшнего дня. Он оплатил членство и вошел в этот бизнес и начинает приглашать. И вот завтра, на завтра он уже увидел свою подругу, что замечательный клуб, и приглашает свою подругу в этот клуб. Она также входит на 295 долларов. И тут же в кабинете, в течение просто быстрого времени, у вас отражается уже 50 долларов за первого партнера, которого вы пригласили. На следующий день, ну, нарисуем идеальную картинку, что на следующий день, хотя, поверьте, это не совсем идеальная картинка, у нас есть люди, которые в течение дня делали бесплатное членство. В течение одного дня приглашали 5 человек и становились бесплатниками. В течение месяца, двух или трех, в течение одного дня. Так вот, если вы на следующий день опять приглашаете еще человека, то вам за него поступят, это живые доллары, которые вы сможете потом снять со своей карты и вывезти. Вам заплатят 60 долларов, за третьего 70, потом 80, 90 и так далее. Начиная с 11, у вас будет по 150 долларов, сколько бы вы не приглашали. Но, оговорюсь, это в течение календарного месяца, которого вы приглашаете. Если вы за месяц пригласили всего 2 человека, у вас будет 110. Начиная со следующего месяца, опять начинается, что первый партнер 50, 60 и так-таки. Ну, надеюсь, это понятно. Это вот как раз и есть партнерский мгновенный бонус. То есть, почему мгновенно? Потому что пригласили, получили и все на этом. Как бы мгновенно его и вывели. Дальше. Еженедельный матчинг-бонус. Что это? Это тоже интересный бонус. Он существует где-то примерно с нового года, с декабря месяца. Но очень интересный бонус. В чем его смысл? Для того, чтобы стимулировать спонсоров работать в своей первой линии, был придуман такой матчинг-бонус. Его смысл в том, что когда вы помогаете своей первой линии выстраивать свою структуру, то компания вас за это благодарит. Выглядит это следующим образом. Предположим, что в моей структуре уже есть три человека. И двое из них пригласили в течение недели. Это недельный бонус. И в течение недели пригласили, допустим, три человека. Одна, значит, пригласила просто члена путешественника. При этом я заработала один балл. Другая пригласила просто партнера на 195. Не путешественник. Я тоже заработала балл. А третья пригласила на полный пакет на 295. То есть ли партнера. Я заработала 2 балла. То есть всего я как бы заработала всего 4 балла. Но нам нужно для активации, чтобы этот бонус работал, 5 баллов. То есть если, предположим, еще кто-то пригласит, допустим, члена партнера к себе в команду. Я немножечко здесь не совсем правильно, конечно, написан. Надо было сразу и пятого написать. И у меня получится 5 баллов. То я заработаю те деньги, которые заработают мои партнеры от приглашения своей первой линии. Ну, предположим, мой партнер пригласил ВИПа на 295. Он заработал 50 долларов. Замечательно. Другой человек тоже пригласил ВИП-партнера и тоже заработал 50 долларов. Тоже здорово. Ну, а кто-то пригласил, допустим, просто членов и получилось по одному баллу. Они не заработали за это деньги, потому что у нас мгновенные бонусы не платятся, если человек входит на 100 долларов. За него мы не получаем денег. Только за 295. Так вот, если в сумме получилось, что все, которые в первой линии люди пригласили своих партнеров, и получилось там 5 баллов, и вот я, помните, говорила, один заработал 50, и другой заработал 50. Так вот, я как спонсор заработаю 100 долларов. Но если, поговорюсь, если это будет происходить в течение недели, то есть если в течение недели ваша первая линия приглашает партнеров, и они при этом зарабатывают свои мгновенные бонусы, то вы будете зарабатывать столько же мгновенных бонусов, сколько ваша первая линия. Вот так, если коротко это объяснить. Конечно, лучше бы нарисовать кружочки и там показать, как это двигается. Ну, я надеюсь, вы это поняли. Мы двигаемся дальше. Продюсер бонус. Это вот как раз бесплатное членство, о котором я уже говорила. Когда подключается 5 новых личных членов, и они платят по 100 долларов членства, то вы становитесь бесплатником. И плюс у вас еще платит продюсер бонус, то есть вам дают 250 круизных долларов. То есть в подарок к вашим круизным, которые уже у вас есть на счете, какая-то сумма, когда вы пригласили пятерых, в течение календарного месяца, вы сразу получаете 250 круизных долларов. Ну, вот так компания стимулирует нас, как можно быстрее разбивать свою структуру и как можно больше приглашать людей. Ну, согласитесь, каждый труд должен быть оплачен. Поэтому я считаю, что это достаточно справедливый и очень хороший бонус. Он стимулирует нас говорить как можно большему количеству людей о такой возможности, как круизный клуб. Так, двигаемся. Евгений пишет, что это здорово. Согласна абсолютно Евгений. Надеюсь, что вы уже с нами. Так, и резидуальный бонус. Тоже очень интересный бонус, достаточно большой. Условия квалификации. Как только в вашей первой линии появился первый бесплатник. Помните всегда о том, что вы, приглашая в первую линию людей, они приходят не для того, чтобы вы были бесплатником, и люди приходят для того, чтобы они были бесплатниками. Каждый раз мы приходим, и мы сами тоже хотим быть бесплатниками. Поэтому ваша задача помочь своей первой линии тоже стать бесплатниками. Так вот, как только под вами первый человек становится бесплатником, у вас открывается, так сказать, первая линия резидуального бонуса. Вы будете получать по 5 долларов с каждого, кто стоит под вашим первым таким бесплатником. Если вы второму человеку помогаете стать бесплатником, то у вас открывается вторая линия, второй как бы уровень, с которого вы тоже будете получать со всех. Будете получать по 5 долларов. Присключение составляется только те, кто на бесплатном. То есть, если под вами есть люди, которые на бесплатном членстве, и за них платят грозный доллар компания, с них 5 долларов вы получать не будете. Но поверьте, что достаточно много людей, которые не так быстро добиваются бесплатного членства, и их все время больше и больше, потому что их приглашают. Поэтому это достаточно приличные, хорошие деньги. Так вот, для того, чтобы открыть 20 уровней, вам надо в первую линию выстроить 20 своих партнеров, и каждому из них помочь стать бесплатным членством. В таком случае у вас будет открыто 20 уровней на получение вот этого бонуса по 5 долларов. И посмотрите, табличка, которая находится справа. И конечная цифра, это, конечно, очень большая цифра. И здесь надо заметить, что всего только на... Подождите, раз, два, три, четыре, пять, на шесть уровней. Вот такой замечательный тоже бонус, к которому нужно работать и к которому нужно стремиться. Так, 7 рангов у нас существует для достижения максимального успеха. То есть вот как только выстраивается ваша структура с определенным количеством ваших партнеров, вам присылаются ранги. И сейчас давайте посмотрим, что же это за ранги. Итак, первая цель – это у нас ранг маркетинг-директора. Что же это такое? В принципе, это, в общем-то, достаточно просто достигается. Вы приглашаете, вы стремитесь стать бесплатником и ищите свою первую пятерку. Эта пятерка тоже самое делает. Она тоже хочет быть бесплатником, и она ищет своих пять партнеров. И смотрите, ваши первые пять. Если вы помогаете своей пятерке сделать еще пятерку, то уж 5 у 5, 25, то получается, что у вас такая структурка в 30 человек. Что это вам дает? 30 человек, которые платят по 100 долларов, получается, что ваш оборот достигает 3000 долларов в месяц. И за это компания вам выплачивает. Мы называем это зарплатой. Хотя здесь называется это автомобильный бонус. Но вообще это самая обыкновенная зарплата, которая первого числа поступает к вам на карту. 300 долларов вы получаете за то, что помогли своей первой линии стать бесплатниками. По-моему, это очень замечательно. И плюс, помните, тот резидуальный по 5 долларов. То есть, в принципе, здесь может получаться цифра где-то 450-500 долларов. Очень даже легко может получаться. Это первая цель, к которой мы стремимся. Помним, первый, значит, у нас, вернее, это даже я повторяю сказала, ранг. А первая цель – это у нас бесплатное членство. И вот дальше мы двигаемся к маркетинг-директору. Следующая ступенька – это ранг сеньор-маркетинг-директора. Тоже очень интересный ранг, когда у вашей структуры уже выросло до 100 активных членов клуба. То есть 100 платят по 100 долларов. Кстати, вам входят в объем даже те, за кого платит сам клуб. Здесь неважно, сам оплачивает человек или ему клуб кладет на счет. В объем входят нам все оплаты. Так вот, когда вы достигнете оборот в 10 тысяч долларов, то вам будет выплачивать компания 1000 долларов зарплаты. Это будет такой, называется он здесь, туристический бонус. Они говорили просто – это зарплата в 1000 долларов каждого первого числа. Очень приятный, хороший бонус. И у нас уже очень многие люди получают именно 1000 долларов. Но она опять будет больше. Сразу вспоминайте про 5 долларов, потому что у вас уже будет в группе 100 человек активно проплачивающихся. И если умножить на пятерку, там в зависимости от того, сколько у вас бесплатников первой линии, там можно посчитать, сколько будет у вас еще по 5 долларов. Но это все равно будет больше, чем 1000 долларов однозначно. Мы двигаемся дальше. Третья цель – это ранг регионального директора. Ну, здесь уже, как говорится, математика чистая просто идет. Если 250 активных долларов, приписываем сюда нолик, 250, и зарабатываем 2500 долларов. Очень легко посчитать. Хотите 2500 долларов, убирайте нолик, вам надо 250 человек. Но поверьте, что денег здесь будет больше. Опять не забываем про эти 5 долларов. То есть оборот вашей структуры 25 тысяч долларов в месяц, вы зарабатываете 2500. По-моему, очень приличные деньги. И, в общем-то, это вполне досягаемо. Четвертая цель – это ранг национального директора. Ну, здесь, опять же говорю, математика идет дальше. Мы увеличиваем оборот. У нас уже оборот в 50 тысяч. Это приносит нам 500 активных членов. И мы при этом зарабатываем 5000 долларов. Ну, согласитесь, да? Не все у нас могут зарабатывать 5000 долларов. При этом путешествуем. Пятая цель – это ранг интернационального директора. Здесь уже увеличиваются обороты. Здесь уже у нас нужно иметь в команде около… Не около, а 1000 активных членов клуба. Но обычно это, как правило, больше, чем 1000 получается. И тогда вам компания будет выплачивать 10 тысяч долларов ежемесячно. На вашу карту будут поступать такие деньги. Опять напомню, что эта цифра будет больше. Так вот, ранг интернационального директора – очень интересный ранг. И у нас есть уже несколько человек, которые достигли этого ранга и зарабатывают эти деньги и даже больше. Так, ранг эксклюзивный директор. Вот этот ранг, конечно, просто вообще замечательный. И на этом ранге у нас Ольга Рам, наш партнер. Мы недавно поздравляли ее. И она зарабатывает больше, чем написано здесь. Здесь написано, что 25 тысяч долларов ежемесячно. У нее, конечно, намного больше, как раз и за счет того, что это и резидуальный бонус она здесь получает. Так, это 2500 активных членов. Ну, все просто. Видите, 2500, прибавляем нолик, вот такая зарплата. А оборот составляет 250 тысяч долларов. Это 2500, который платит по 100 долларов ежемесячно себе на счет или компании за них. И следующее у нас – это ранг совет директоров. Ну, это уже, конечно, самая верхняя такая точка, я бы сказала, когда человек достигает уже последней ступенечки в рангах. Это глобальный маркетинг-бонус. Каждый месяц при подтверждении квалификации делится между всеми, кто дойдет до этой ступенечки. И зарплата здесь уже составляет от 55 тысяч долларов. Ну, согласитесь, цифра очень внушительная. Но там должно быть уже 5500 активных членов клуба в целом. Хотя это может быть и цифра намного больше. Так что вот такие вот замечательные ранги, вот с такими цифрами. Пусть они вас не пугают, потому что глаза боятся, руки делают. Сначала кажется, что это очень много, где их взять, но вы будете это делать совершенно не одни. И это будут делать вместе с вами ваши же партнеры. И те люди, которые заразятся этим духом путешествиям, которые захотят действительно стать круизерами, которым нравится быть круизерами и путешествовать, то они будут легко рассказывать о круизном клубе и будут помогать вам выстраивать вашу структуру. Уверена, что когда структура большая, вы даже не будете видеть и знать всех партнеров, которые у вас внизу. Но это, тем не менее, как не будет влиять на вашу зарплату. Она будет оставаться вот в таких больших и прекрасных размерах. Я вам всем желаю, чтобы вы именно этим и занимались. Потому что рассказывать о нашем клубе, делиться этой информацией, делиться своими эмоциями, это не сложно, не трудно, это очень приятно. Потому что, ну что может быть лучше? В принципе, каждый человек, он мечтает быть путешественником. И если бы у человека были свободные деньги и спросили бы у него, что бы ты делал, конечно, бы люди сказали, мы бы путешествовали. Если бы мы не думали о том, как нужно зарабатывать деньги, они бы с удовольствием только занимались тем, чтобы путешествовали. Так, давайте мы идем дальше. Вот в этой сводной таблице рангов, где написано как раз вот все эти ранги. Маркетинг-директор, сеньор-маркетинг-директор. Ну то, что я рассказываю. Просто мне вот эта табличка всегда больше нравится. Когда я веду личную презентацию с кем-то, я открываю именно вот такую таблицу. И здесь как бы видно, чтобы не листать слайды, здесь сразу видно, сколько можно зарабатывать. И здесь видите, и есть бонус, и пассивный бонус, о котором я говорила, и конечная сумма. Вот помните, в первом я говорила, что это примерно 450 долларов. Вы будете получать 300 и примерно до 150 долларов за 30 человек. Примерно вот так и будет эта цифра выглядеть. Так, что у нас еще? Ага, вот очень интересно. Это быстрый стимул старт. Это как раз очень было бы интересную информацию послушать для тех новичков, которые сегодня у нас присутствуют на вебинаре. Смотрите. Когда вы становитесь вип-партнером нашего клуба, у вас открывается прекрасная возможность. Если в течение этого месяца, а месяц для вас будет именно с того момента, как вы внесли взнос, но вступили в наш клуб, и до следующего, допустим, если сегодня 21 число, то до 21 марта ваш месяц будет исчисляться вот именно этими рамками, а не календарный ваш месяц будет. Так вот, в течение вашего месяца, как только вы вступили, если вы пригласите 5 человек, о чем я очень вам долго говорила, вы что получаете? Вы получаете, во-первых, 350 долларов. Ну, это легко посчитать, да? 50, 60, 70, 80, 90. Если мы все эти цифры сложим, это получается 350 долларов. И вот здесь, смотрите, на слайде написано, если 350 отнять 295, которую вы уже заплатили, то 55 сразу же в первый месяц можете выйти уже в плюс. И при этом, кстати, не забудьте, что 200 долларов вам поступит на ваш счет, круизный, круизный долларов. И при этом вы также заработаете 300 долларов. Это будет вот этот самый автомобильный бонус, если вы достигнете маркетинг-директора. Если в течение месяца вы не только себе поможете сделать 5 партнеров, но еще свои пятерки, они тоже сделают по 5 партнеров, у вас получится 30, помните, я говорила об этом, 30 человек, то вы дополнительно заработаете 300 долларов. Это как раз та самая зарплата на уровне маркетинг-директора. По-моему, тоже очень здорово, почему бы этим не воспользоваться. Так, и специальный бонус. Если вы это успеете сделать в течение своего месяца, то вам еще добавят 350 долларов к плюс к вашим этим 300 долларам. Это живые деньги. Плюс 250 круизных долларов, которые вы заработаете. И за то, что вы это все сделали, вам будет назначен еще travel-вознаграждение 1250 круизных долларов. Так, минуточку, я чуть-чуть поторопилась. Смотрите, 250 – это за то, что вы пятерку пригласили, а 1250 – это как раз за то, что вы выполнили это условие и пригласили 30 человек. То есть выполнили свой первый ранг маркетинг-директора. Вот за это вы получите в течение месяца, вы за это получите 1250 круизных долларов. Ну, давайте я вам сразу итог скажу, чтобы вы сразу понимали. То есть зашли, пригласили пятерку и помогли пятерке своей тоже пригласить по 5 человек. То есть в итоге за месяц у вас 30 человек в команде, и вы за это будете иметь 1000 долларов живых, зеленых, обыкновенных, и 1500 круизных долларов. Меньше, чем за 30 дней. В принципе, можно это заработать. И у нас есть такие примеры. Так вот такой быстрый стимул старт, ранг за 30 дней, именно для новичков у вас есть такая прекрасная возможность. Потому что мы уже не можем это сделать, потому что мы уже в клубе раньше того, чем объявили такой вот интересный стимул старт. А для вас прекрасная такая возможность. Подумайте, кого вы можете пригласить, как вы можете. Можно спланировать всю эту работу, включиться быстро, и все это выполнить, и заработать вот такие замечательные деньги. Не надо никуда как бы ходить, думать, где можно заработать деньги. Вот здесь прекрасная возможность, и можно заработать быстро. Так, и в заключение нашего маркетинга, я хочу вам сказать, ребята, присоединяйтесь. Присоединяйтесь именно на 295. Подпишите 5 круизеров, получите бесплатное членство, и начинайте получать свой доход. Поверьте, вы получите массу удовольствия. Помимо того, что вы будете зарабатывать доллары, вы будете еще прекрасно путешествовать. Я знаю людей, которые живут от круиза до круиза. У них, в принципе, так и жизнь строится, что они только видят себя в круизах. Перевозвращаются с одного круиза, сразу идут в кабинет, и уже начинают подбирать себе новый круиз. Потому что круизы просто замечательная жизнь, очень много эмоций, очень много впечатлений. Поэтому тот, кто съездил уже в круизы, наверняка согласятся со мной полностью. А тот, кто не был в круизах, просто поверьте нам на слово. Зайдите в YouTube, уберите круизный клуб InCruzis, вам выкачат огромное количество видео. Это видео не от компаний, это видео наших партнеров, которые делятся своими эмоциями. И вы это все увидите сами, своими глазами, и зарядитесь той энергией, которую они с экрана будут вам просто посылать. Я когда видела эти круизные лайнеры, и этих партнеров, которые отдыхали, конечно же, не могла просто не зайти в этот клуб. Потому что, ну, совершенно замечательная возможность у этого клуба. Так, давайте продолжать. По-моему, там будет уже последний слайд. Да, дорогие друзья, я вам просто говорю, добро пожаловать в наш круизный клуб. Поверьте, вы об этом не пожалеете. Ну, а сейчас я хотела бы попросить у вас буквально одну, даже не одну, а 10 секунд. И я хотела вам показать очень интересный, ну, на мой взгляд, поделиться с вами некой информацией. Ну, вы знаете, что много лет назад вообще-то самолеты были чем-то больше из ряда фантастики, ну, нежели какой-то обыденностью. И единственным вариантом преодолевать большие расстояния и перебираться через моря и океаны у многих людей были только круизные, ну, тогда они назывались корабли, круизные корабли, ну, известный «Титаник», вы знаете об этом, да? А учитывая, что порой на таких судах путешественникам приходилось проводить недели, даже месяцы, то гораздо лучше и приятнее все складывалось, конечно же, у тех пассажиров, которые могли позволить себе купить билеты в первый класс и оплатить сервис самого высокого уровня. Вы знаете, такие как бы путешествия у людей смахивали больше на маленькую жизнь со всеми сопутствующими бытом и заботами. Итак, давайте мы с вами сейчас посмотрим, здесь не так много у меня слайдов, но посмотрим, как все-таки жили на старинных круизных лайнерах те, кто вкладывал за дальнее путешествие кругленькую сумму, и что они получали за эти деньги взамен. Я думаю, что вам будет очень интересно это посмотреть. Итак, смотрите, вот на этом слайде корабль, ну, как бы лестница корабля, но вы видите, насколько она шикарна, хотя я думаю, на современных наших кораблях не менее шикарны лестницы, но зачастую такие вот корабли создавались как точные копии каких-то шикарных отелей. Немножечко расстянуты у меня слайды, но это я сделала, чтобы не было свободного места. Вот смотрите, горничные, на этом слайде показано, что горничные помогали пассажирам разбирать чемоданы, но я думаю, что такая услуга сейчас у нас не пользуется успехом. Мы сами разбираем свои чемоданы. Ну, вот раньше, оказывается, горничные помогали разбирать чемоданы. Ну, вот салон такой музыки. В общем-то, легко можно забыть, что ты находишься на корабле, потому что, посмотрите, прекрасный какой салон и какие дамы. В общем-то, если бы мне не сказали, что это снято на корабле, я бы ни за что не подумала, что это именно и так. А вот на этом слайде, слайде у нас Грета Горбо и Морис Тиллер, известные актеры во время путешествий из Европы в США в 1925 году. Посмотрите, какой такой, да, корабль прям интересный был, очень мало похож на современный. Лодка привязанная, шлюпка. Ну, вот так это примерно и выглядело. А вот, надеюсь, вы догадались, что это. Это тренажерный зал. Да, совершенно верно. Посмотрите, какой интересный тренажерный зал. Там стояли какие-то, очень похожие даже на нашу, вот какой-то велосипед современный. Видимо, что-то для, чтобы руки, качать ноги. Ну, прям мне показалось достаточно интересное. Представляете, тренажерные залы были давно. То есть люди следили за своей фигурой еще и раньше, и давно, и хотели хорошо выглядеть. И это, ну, оказывается, использовалось. То есть то, что мы сейчас видим на современных, давно уже использовалось на лайнерах сто лет назад. А вот на этом слайде вы сейчас увидите бассейн. Смотрите, какой интересный бассейн. Немножечко не так, как у нас на открытых палубах, а вот в закрытом таком помещении. И огромный фонтан, вот если чуть дальше вы увидите. Сейчас, чуть ближе, я здесь, по-моему, еще слайд. Ага, здесь вот такой фонтанчик, видимо, для того, чтобы пить водичку. Не понимаю, для чего вообще такой. А, нет, тут, наверное, не дотянешься, чтобы попить водичку. Ну, просто вот такой симпатичный фонтанчик. А вот очень интересно. Смотрите, оказывается, раньше на таких кораблях проходили боксерские поединки. У нас очень много развлечений на наших современных лайнерах, но то, что проходили боксерские поединки, я такого, не знаю, видимо, и качка им не мешает, а может быть, только помогает. Ну, смотрите, какая любопытная публика отправиться в круиз для того, чтобы посмотреть какой-то боксерский турнир. Очень интересно, мне показалось. Так, а вот здесь вы видите столовые. Своим убранством, конечно же, эти столовые больше напоминали театр или дворец. Посмотрите, какое убранство. Какая мебель, просто необыкновенно красивая. Вот сейчас еще будет такой же слайд про столовые. Посмотрите, какие ряды, какие вообще серые, из какой просто сервизы. Мне кажется, в колонном зале такого не увидишь. Ну, вот так выглядели столовые. Сейчас несколько кадров будет, слайдов будет о том, какие наряды использовали путешественники на этих теплоходах, на этих кораблях. Ну, я думаю, что наши девушки и женщины используют не менее интересные, и мне кажется, даже более красивые платья. Я видел очень много видео для нашей просто, ну, королевшины. И вот сейчас еще один такой кадр будет. Обратите внимание, ну, очень тяжело поверить, что это действительно происходит на корабле. Так, минуточку, давайте дальше. Ну, вот этот кадр, я думаю, вы понимаете, что это. Догадайтесь, это библиотека. Представляете? Ну, вообще-то дело в том, что действительно люди по многим месяцам, я вначале сказала, по многим месяцам находились на корабле, и поэтому, конечно, им надо было чем-то заниматься. Поэтому у них были и библиотеки, в том числе тоже. Это не то, что мы сейчас на 80 дней, нам некогда читать. А, так, подождите, я что-то пропустила. Секундочку. А, нет, нет, не пропустила. Это из своей каюты можно было позвонить домой. А вот девочки, девушки-операторы, они, видимо, обслуживали эту станцию, которая позволяла совершать звонки домой. Не очень представляю, как у нас сейчас такая техника, и мы, выйдя в море, уже не можем связаться. Все, интернета нет. Они вот могли звонить даже домой. Ну, поверим, что они могли бы звониться. А это прачечная. Очень похоже на нашу современную прачечную. Поэтому я, в общем-то, посмотрела и думаю, если бы было в свете, я бы, наверное, подумала, что это на современном лайнере. Ничего не меняется. Белье, как и стиралось в машинках, много лет назад, так и сейчас продолжает стираться. А вот здесь я не сразу даже поняла, что это. Ну, надеюсь, вы догадались. Это... Ну, напишите, кто думает, что это. Ира Тарасенко только не пишет, а все остальные могут написать. Как вы думаете, что это? Ирина, молодец. Шапошникова, молодец. Лаборатория. Ну, ух ты. Нет, это аптека. Совершенно правильно сказала Ирина. Это аптека. Потому что, еще раз напомню, медчасти, ну, да, может быть. Да, вот тут справа видим какая-то кушетка. Возможно, тут они отдыхали. Но, скорее всего, это действительно просто аптека, где люди приходили и покупали. Они же несколько месяцев иногда находились в круизе с вами в путешествии. Поэтому, наверное, болели. Поэтому они вот приходили в такую аптеку. Просто интересно. Я очень удивлена была, что, оказывается, есть аптека. А вот здесь это игровая комната. Ну, здесь не хватает только аниматоров, а вообще прям современная комната, очень похожая с игрушками. Я думаю, что наши современные дети с удовольствием здесь отдохнули и поразвлекались, потому что здесь совершенно необычные игрушки, красивые. Справа внизу, посмотрите, какой-то дедушка стоит. С куклой достаточно большая. И если ребенок не очень такой взрослый, то, мне кажется, будет вровень с этой куклой. Вот такие замечательные игровые комнаты были на кораблях того времени. Ну, а это, конечно же, уютные спальни. И посмотрите, немножко эти спальни больше напоминают домашние спальни, как дома приближенные. На наших современных это как-то больше все-таки как отельные такие каюты. А здесь прямо действительно спальня. Вот так, если сделать фотографию, можно подумать, что это просто домик каком-то. Ну, вот еще одна такая тоже спальня здесь предоставлена. Очень уютная, красивая. Ну, видите, раковина там находится. Правда, не совсем понимаю, где у них туалет. Ну, надеюсь, что они с этим как-то справлялись. И, вы знаете, на круизных лайнерах очень часто путешествовали знаменитости. Вот на этом слайде у нас Кэрри Грант, известный актер, и известная женщина, это Жаклин Кеннеди. Мне тоже показался интересным этот кадр, то, что она находится в круизе. И, ну, как-то скажем так, что она тоже круизер, бывший круизер. И мы как бы вот так вот присоединяемся к этому. Вот, я вижу, Роман, вижу, что это ты. Замечательно, я рада, надеюсь, ты успел посмотреть и поучаствовать в викторине. Ну, дорогие друзья, в общем-то, на этом моя презентация закончена. Я хотела вам сделать несколько таких приятных моментов, показать и поиграть с вами в викторину. Может быть, кто-то ожидал, что будет больше рассказано о лайнерах. Очень много будет рассказано, может быть, о том, что происходит на лайнерах, на современных. Но, поверьте, информации настолько много, вы можете посмотреть в записи все наши вебинары, и ту информацию, которую, возможно, я вам сегодня не дала, вы можете ее посмотреть там. Обещаю вам, как только я вернусь из своего первого круиза, я, конечно же, буду делиться уже более детально с тем, что происходит на круизе. Я хочу заснять там вообще буквально все пошагово, везде. И, возможно, мне удастся даже бывать там, где еще не побывал ни один круизер. Я люблю удивлять людей и обещаю, что обязательно это сделаю. Ну, надеюсь, вам понравится, понравилось. Ну, вижу, что пишете, понравилось, понравилось. Спасибо большое, что вы были внимательны, что вы приняли участие в Викторине, что вы меня поддерживали. Благодарю за внимание. Желаю вам всего доброго, хорошего и как можно больше круизов, круизов и круизов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok